16 января в Ямальской школе-интернате был дан старт региональному этапу Всероссийской школьной олимпиады. Сильнейшие школьники Ямальского района, 35 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады будут соревноваться в знаниях по 11 предметам, как на территории района, так и за его пределами в городе Ноябрьск. Сегодня, 25 января, прошел первый этап олимпиады по истории. В ней приняли участие пять воспитанников Ямальской школы-интерната. Многие из ребят впервые вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады. Учитель посоветовал прочитать книги за 7-8 класса. Я их взял в библиотеке, которые были уже списаны, и читал. Тоже интернет помог готовиться. Различные были статьи, там как бы стимул учиться, тоже проверить свои знания, посмотреть на что я, чего я стою, вот проверить свои силы. Волнуешься сегодня? Да, волнуюсь. Впервые все-таки пишу. Такую олимпиаду регионального этапа. Историю государства должен знать каждый уважающий себя гражданин России. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего. Кроме того, этот предмет необходим для поступления на многие специальности, где без истории не обойтись. Ну, в первую очередь, чтобы не волновали, чтобы сели спокойно там, оценили свои возможности, просмотрели задания. Ну, ребята должны подготовиться, в принципе. Вот, надеюсь, что напишут. Достойно. Достойно, да. Защитят наш район. Участие в олимпиадах по истории, они тоже развивают кругозор по истории. И, естественно, это хорошая подготовка к экзамену по истории. Напомню, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получают диплом при наличии аттестата, дающий право поступления без экзаменов в любой университет России и по профилю олимпиады. И награждаются специальные премии правительства Российской Федерации.